Всем доброго времени суток, коллеги. Хочу поприветствовать уже всех тех, кто собрался. Сейчас пока нас 33 человека вместе с участниками. Я думаю, что меня хорошо видно, слышно. Если вам не трудно, поставьте плюсики в чате. Спасибо большое. Я очень интересен всем заинтересованным лицам, то есть это врачи и гинекологи, и эндокринологи, сопутствующие профессии, как нутрициологи, диетологи, врачи эстетических различных направлений медицины. Идея была придумана, скажем, нашим уже давно дружным составом. Севинч Ханум, Андоп, здесь приветствую. Хаджер Ханум, представитель Азербайджанской Эстетической Wellness World Academy. И также у них есть уже и федерация. Это общий наш проект совместно с нашими коллегами из-за рубежа. Сегодня мы вам представим, скажем, первый шаг, который мы делаем исключительно только в этом цикле. До этого большой объем работы уже был проделан со стороны Севинч Ханум, которую вы прекрасно знаете. Деятельность Амдопа, она вообще, скажем, такая колоссальная на протяжении всего времени действия организации. Вы постоянно участвуете в их мероприятиях. Действительно, то, что они делают, это для Азербайджана, для нашего коллектива дружного врачей, очень важна. Хаджер Ханум тоже большой вклад вносит в целом в антиэйджинг в Азербайджане продвигательный. Первый год работаем над инновациями, которые привозим, тренингами замечательных коллег из-за рубежа, которые каждый раз приносят что-то новое, делятся своими практиками всемирными, уже известными во всем мире, потихонечку приносим их в Азербайджан. Поэтому наш цикл этих вебинаров будет называться «Медицина, красота, долголетие, интегративный подход». Потому что это все очень взаимосвязано. Потому что сейчас нынешние наши пациенты не просто хотят быть здоровыми, они еще хотят иметь высокий уровень жизни, красивыми, долго сохранять свою молодость. И вообще в целом тенденция меняется к тому, что люди приходят к тому, что нужно вести здоровый образ жизни, чтобы выглядеть намного лучше, и вести продуктивный образ жизни вообще в целом. И в рамках сегодняшнего нашего вебинара мы пригласили нашего замечательного коллегу, доктора Рошада, который является вообще врачом-гинекологом, очень большой стаж имеет, но сейчас практикуется и будет делиться с нами именно эстетической стороны. Потому что эстетика – это не только красота снаружи, это еще и внутренние, это определенные моменты, которые вызваны, скажем, патологиями и так далее. То есть возвращаем нашим женщинам прекрасным не просто красоту и уверенность, это, скажем, и психологические моменты, которые после определенных травм женщины испытывают. И когда даешь возможность, скажем, выглядеть лучше на всех уровнях, это внушает больше уверенности себе. Поэтому делаем акцент именно на красоту везде. А доктор Фируза, моя замечательная коллега, с которой мы не первый год уже работаем, замечательный эндокринолог, мой личный врач, скажу вам, поделюсь своим секретом, человек, который больше за мое здоровье и долголетие переживает порой даже, чем я. Это проверено на себе, скажу. Человек, который следит за тенденциями во всем мире, постоянно посещает различные конференции, является спикером многих конференций, чуть позже она вам тоже расскажет про это. То есть человек, который постоянно развивается, несмотря на то, что она молодая, замечательная, красивая женщина, она очень хороший специалист, грамотный, с которым считаются в Эмиратах, вообще в Middle East она проявила себя очень хорошо в разных направлениях, на разных форумах. И поэтому, скажем, вот таким вот достаточно влиятельным контингентом наших зарубежных специалистов мы попросили сегодня поучаствовать в этом вебинаре для того, чтобы в дальнейшем проводить различного рода мероприятия, которые будут вам интересны. Это тренинги, это осваивание новых навыков, тенденций и в гинекологии, и в эндокринологии, и в диетологии и так далее. Вообще, как это можно между собой все интегрировать. Вот, я думаю, что уже мы собрали достаточное количество участников. Все, кто подключится к нам попозже, сможет посмотреть записи. Я хочу передать слово доктору Рашаду. Доктор Феруза будет параллельно переводить для тех, у кого есть сложности с пониманием английского языка. Я передаю слово своим коллегам. Доктор Рашад, how are you? Nice to see you today. Hi, how are you? Thank you, Dr. Bika. Thank you for the invitation. I'm very honored to be with almost 50 guests in this introduction of webinar. And I will be happy to share a little bit information about the course, the cosmetic gynae, and about my humble person. Добрый день, коллеги. Я буду помогать доктору Рашаду с переводом. Доктор Рашад вообще мой большой друг и замечательный врач, гинеколог. В общем, сегодня он поделится с нами, даст определенный бот в эстетическую гинекологию. Ему очень приятно присутствовать сегодня. Спасибо большое за приглашение организаторам. И мы начнем. Доктор Рашад, please. Okay, I will share the screen. Yes. So, my name is Рашад Хадад. I am French Board in Obstetric and Gynecology and the President of the World Academy of Regenerative and Aesthetic Gynecology, which is a European-based academy. I am senior faculty in the American Academy of Aesthetic Medicine and I practice mainly in the beautiful city of Dubai and in my very beautiful city too, Paris and to the dear city to my heart, Риад. So... Yes, please, Dr. Рашад. If you can go back, let me translate, please. Okay. Меня зовут доктор Рашад. Я являюсь гинекологом с французским образованием, президент Всемирной Академии регенеративной и эстетической гинекологии. Моя практика основана в трех странах. В Париже, Дубае, в основном там, где я живу и в Саудовской Арабии. Okay. Yes, we can go. Sorry, yes. I am a member of the French College of Obstetrician and Gynecology. I started my medical career in the university and academic hospitals in Paris and I continue this academic pathway till I became associate professor and I still maintain my private practice in the French capital. Я начал свою карьеру и я являюсь активным членом французского колледжа акушер-гинекологов. Начал свою медицинскую карьеру непосредственно в обучающих госпиталях в Париже до тех пор, пока не достиг степени профессора и в дальнейшем продолжил свою частную практику в Париже. So, 10 years ago I came in Dubai and around more than this, more than 20 years I came to the Middle East and I moved to Riyadh, Saudi Arabia where I practiced as head of unit and chairman in obstetric and gynecology department in Kingdom Hospital without leaving my practice in Paris. We were a few group of 29 doctors in 2007 to start the first formation in sexual medicine in Oxford University in the United Kingdom under the umbrella of the European Society of Sexual Medicine. I came to the West more than 20 years ago. I was in Dubai and I did more than 10 years. I started my practice in Saudi Arabia in Saudi Arabia, where I was and was and was and was in the gynecology в одном из ведущих госпиталей в Саудовской Аравии. И также одновременно продолжал свою практику, поддерживал свою практику в Париже. Доктор Ашад является одним из первых всемирных врачей, который основал ассоциацию по сексуальной медицине. Совместно с Европейской Ассоциацией Сексуальной Медицины в 2007 году. So with this background that I just told you about, доктора Феруза, and being senior faculty in the American Academy of Esthetic Medicine, my background as gynecological surgery, my passion about all the functional, psychological, and aesthetic part of the sexuality on one hand, and the functional gynecology on the other hand, we start, I am one of the people who maybe start, and I am still a student, and I'm learning in the field of cosmetic, functional, and aesthetic gynecology. Being in Dubai, which is one of the international centers of cosmetic and aesthetic plastic medicine, being in the United Arab Emirates, where it's the country where the medical tourism, it becomes one of the major targets in the world. It helps a lot in my professional practice, as well in my academic part of teaching and learning at the same time. So, more than 10 years, Dr. Rashad is the head of the American Academy of Esthetic Medicine and also continues his career as a gynecologist, combining his practice as a conventional, as a integrative, as a regenerative, as a psychological approach to the solution of women's problems. And, while living and working in Dubai, Dubai is one of the most famous cities in the world, where there are all the latest technologies, where you can meet different specialists, and there, of course, is a tourism. So, in Dubai they come from all the world for such a kind of services. So, let's have an introduction. What is aesthetic gynecology? Aesthetic gynecology is a mixture from both worlds, the aesthetic worlds and the traditional gynecology worlds. Its breakthrough in this part of medicine has three main objectives. to transform the external female genitalia appearance to look younger, more natural and healthy, to reconstruct if there is any existing defect from giving birth, and the most important one, in my opinion, is to improve self-confidence. So, what is aesthetic gynecology? So, what is aesthetic gynecology? Aesthetic gynecology includes two disciplines, which includes two disciplines, which includes gynecology and aesthetic medicine. Aesthetic gynecology – it's a kind of a sort of a prorange gynecology. Aesthetic gynecology, which includes two disciplines, which includes two disciplines. Aesthetic gynecology. Aesthetic gynecology. one of the most important aspects. One of the most important aspects is to increase self-confidence, and, overall, confidence in yourself. So, what are, let's have a summary, what are the most important five indications that we have in a cosmetic gynecology clinic? Какие же наиболее самые главные пять показателей и показания именно к эстетической гинекологии? The first one is the vaginal laxity. Most women complain of vaginal laxity after giving birth, sometimes even after one only delivery, which leads sometimes to significant damage which has been done to the vagina and pelvic structure. And the expression is, doctor, sex doesn't feel like before anymore. The second indication to come to the clinic is the stress urinary incontinence. Knowing that this kind of urinary incontinence is the most common in the female life, and usually it's combined with vaginal laxity. Let's remind together what is the stress urinary incontinence. It's involuntary loss of urine that may happen when there is increase in the intra-abdominal pressure, like coughing, sneezing, laughing, running, or exercising. Второе показание к эстетической гинекологии – это недержание мочи, связанное со стрессом. Это одно из самых частых видов недержания мочи, которое встречается у женщин со сниженным тургером мышц влагалища. И давайте напомним, что же такое стрессовое недержание мочи, то есть это непроизвольное выделение мочи, которое может произойти во время физической нагрузки, во время кашля, чихания, когда мы смеемся, или во время непосредственного выполнения каких-либо физических процедур. The third main reason to come to this clinic is the sensation during sex. Of course, we know that sexuality is not only a physical stimulation, there is mental, emotional, and social part. But when there is over-stretched vagina or relaxed vagina and pelvic structure, there will be less friction during intercourse, which may lead to changement and less sensation during the intimate life. Третье показание – это снижение чувствительности во время близости. Конечно, в целом сексуальность включает в себя и ментальное здоровье, и много эмоциональных факторов, которые влияют на это. Но и сексуальное удовлетворение требует физической стимуляции. То есть в основном пациенты жалуются на снижение чувствительности, чаще всего, которое обусловлено именно растяжением и снижением тургора мышц влагалища. Что, соответственно, снижает чувствительность во время полового акта. Второй причиной, и я думаю, что все равно снижение, мы уже знают, оно есть. Преосуэты или расчёта снижением от женщины. Статы показывают, что две тридцы из женщин, они напомнят成 эпизодом от stress в их жизни. Четвертое показание это боль или определенный дискомфорт во время полового акта. Согласно исследованиям, более две трети женщин жалуются на определенные эпизоды боли или дискомфорта во время полового акта в один из периодов своей жизни. То есть боли или дискомфорт, он может быть связан как и при проникновении, то есть это может быть связано непосредственно с половыми губами, это может быть связано с самим влагалищем или также с мышцами тазового дна, то есть при более глубоком проникновении. Продолжение следует... smooth natural edge. И пятое показание к эстетической гинекологии это недовольство и определенная как бы судливость того, как выглядят половые гениталии. То есть это или недовольство самой формой гениталий, недовольство самим цветом гениталий, который может быть определенная допигментация или наоборот повышенная пигментация этой области. Конечно, асимметрия половых губ, как и внешних как малых, так и больших половых губ. Это форма половых губ. То есть женщина всегда предпочитает, чтобы внутренние малые половые губы были меньше, а большие половые губы выглядели более скажем так, с объемом, да. И, конечно, чтобы контур самих половых губ был более натуральным без каких-либо нарушений. So, what are the tools that we can use? Какие же инструменты мы можем использовать в эстетической гинекологии? We will start with the energy-based device. Мы начнем с аппаратов, которые основаны на energy-based, that means the radio frequency, right? Laser radio frequency, etc. Да, лазерные аппараты. And we will now talk about two slides about the laser. As you know, in our medical school, laser is an acronym of light amplification stimulated emission of radiation. In our speciality, your friend Dr. Haddad changed this acronym to make it more easy to memorize it. For me, laser, it doesn't mean this anymore. It means labial, aesthetic, stress urinary incontinence, enhanced feeling and rejuvenation. Как вы знаете, лазер – это вообще акроним на международном уровне означает свет, усиление, стимуляция и радиация. У Dr. Rashad есть своя интерпретация акронима лазера. Labial – то есть это половые губы, aesthetic – это эстетика. What is SUI, Dr. Rashad, again? Stress urinary incontinence. Да, то есть это стрессовое недержание мочи, enhanced feeling, то есть это улучшение чувствительности и rejuvenation – это, конечно, омоложение гениталий. гениталий. Как же лазерные аппараты могут помочь с данной проблемой? Что делает лазерный аппарат при применении во влагалище? Лазерный аппарат применяет определенные импульсы, которые проникают в более глубокие слои влагалища, стимулирует выработку коллагена, также улучшает чувствительность и увлажнение самой слизистой вагинальной. И за счет этого идет стимуляция коллагена и эластина, активирует регенерацию и полностью омолаживает слизистую влагалище. Какие же показания к лазерному лечению в эстетической гинекологии? Это послеродовые различные нарушения, как внешних, так и внутренних, связанных с половыми гениталиями и непосредственно с влагалищем. Это также, конечно, снижение тургора мышечного слоя влагалища. Это для полного сужения прохода в влагалище, для сужения входа в влагалище, как и внутреннего, так и внешнего. И одна из самых таких важных показаний – это атрофический вагинид. Он может быть как косменно-паузальный, так и как следствие хронического воспаления. То есть это одна из самых частых причин, которые приводят женщин к эстетической гинекологии. Еще одна из показаний – это стресс urinary incontinence. Конечно, из-за того, что материалы помогают нам, чтобы не делать miracles. Поэтому, если сужение нужно, это не будет реабиленцией. Но если нет показаний для сужения, то лазер будет помогать. Еще одна из показаний – когда есть влагали пигментацию, мы можем использовать лазер для лазерного омоложения для лазерного омоложения. Какие другие показания имеются для лазерного омоложения? То есть это стрессовое недержание мочи. Конечно, мы не ожидаем определенного чуда именно с лазерным омоложением. Но здесь, конечно, это поможет тем женщинам, у которых нет показаний к хирургическому вмешательству. Но если нужно, конечно, с данной проблемой женщине предлагают непосредственно делать операцию. Дополнительные показания – это рубцы, то есть послеоперационные рубцы, пигментационная вульва, и также которым нужно долгосрочное длительное лечение. И, конечно, хирургические показания. То есть это лабиопластика половых губ, как больших, так и малых. Это вагинальная пластика и уменьшение размеров не самого клитора, а вот именно колпачка, который находится над клитором. Конечно, существует много аппаратов, которые могут быть использованы в эстетической гинекологии. Это одни из самых наиболее часто используемых. То есть это фракционный СО2 или по-другому этот аппарат называется Эрбиом. То есть здесь на картинке показывается именно непосредственная гистология женщины как до получения лазерного лечения, как и после. То есть первая картинка – это до получения лазерного лечения, вторая – это после лазерного лечения, и третья – это в сравнении с женщиной репродуктивного возраста по сравнению с той в постменопаузальном возрасте, которая получила лазерное лечение. The other energy-based device is the radiofrequency. We will not read the whole, just two words. It will work on non-surgical treatment. Again, rebuilding collagen on the cellular level. Tightening will be increased. Vaginal sensitivity increased. And the sexual satisfaction will be restored. The advantage? No pain, no anesthesia, no downtime. It will take less than 30 minutes. Regenerative collagen on the cellular level. Это путем использования низкотемпературного режима, который генерируется именно низкочастотной энергией. По мере того, как улучшается именно происходит сужение влагалища, и улучшается вагинальная чувствительность, стимуляция и непосредственно удовлетворение от половой близости улучшается. То есть преимущество данного рода терапии, конечно, это то, что здесь не нужна анестезия, нет боли, и фактически здесь нет никакого времени для восстановления после. И само лечение занимает практически только 30 минут. Радиофреквенция many type could be unipolar, bipolar or monopolar. То есть это виды радиочастотного аппарата, они могут быть униполярные, биполярные и монополярные. The indication is almost similar to other machines like vaginal relaxation syndrome, atrophy, lack of moisturized, tightening, improved sick life, reducing incontinence and scars. Показания к радиочастотному аппарату практически такие же, как и у лазерных аппаратов. То есть здесь все то же самое. То есть атрофия влагалища, различные рубцы в гениталии, стресс, ассоциированное недержание мочи для улучшения чувствительности во время половой близости и так далее. Другие новинки в эстетической гинекологии это PRP и О-шот. То есть PRP это стимулирует непосредственно регенерацию тканей, улучшает продукцию коллагена, улучшает все неровности, связанные с определенными морщинами в данной области и, конечно, возвращает здоровый вид и здоровое сияние гениталий. Гениталий. То есть PRP можно использовать в двух целях, или для стимуляции и увеличения G-спота или для улучшения чувствительности H-зоны. G-спот was described by Dr. Гриффенберг в 1940-е. Это зоны около 2-ми вверх в вагинал 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 . Вагинал 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 это может быть необходимой для sexual и sexual sexual и sexual вагинал и это зоны мы называем х-зоны. Думаю, в этом больше в следующем году. Но здесь г-спот вагинал 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 То есть понятие G-spot изначально было предложено доктором Графенбергем в 40-х годах. Что такое само по себе G-spot? G-spot это определенная точка примерно 5-7 сантиметров на передней стенке влагалища на 5 сантиметров чуть выше середины. Но в дальнейшем, когда рассматривали и что делать, то есть PRP используется для стимуляции этой зоны. Но в дальнейшем доктор Ашат предложил, что недостаточно стимулировать только вот эту точку G-spot. На самом деле вокруг этой точки G-spot есть другие тоже чувствительные зоны. Поэтому ее назвали H-зон, то есть ходат-зон. То есть стимуляция всей H-зоны приносит более продуктивные результаты, нежели стимуляция только G-spot. So, another problem that we have to find solution is the hyperpigmentation in the external female genitalia. And this, it's very common which almost happens in the darker skin, which is Fitzpatrick's skin type 4, 5, and 6. And the studies indicate that the possible risk factor could be genetics, sunlight, aging, gender, hormone, pregnancy, thyroid, cosmetic, medication. And I will add to this is the style of life and the personal hygiene. Другое показание к использованию нехирургического вмешательства, это непосредственно гиперпигментация гениталий, внешних гениталий. То есть гиперпигментация сама по себе это одна из наиболее частых проблем, связанных с пигментацией, с которыми сталкиваются женщины с более темной кожей. То есть по шкале Fitzpatrick'a это тип кожи 4-6. Исследования указывают, что возможная роль в развитии данной проблемы связана с фактором риска, как генетика. Это непосредственно ну то есть насколько вы подвержены ультрафиолетовому излучению. Это возраст, это пол, это гормональный фон, это наличие беременности, это проблемы, связанные с щитовидной железой, эстетические вопросы и, конечно, использование различных аппаратов, различных препаратов. Добавлю к предыдущему слайду, что дополнительной причиной является персональная гигиена женщины. То есть деликатные проблемы связаны с интимной зоной, то есть гиперпигментация, которая может быть связана с гормональными изменениями, связаны с деторождением, лактацией и использованием оральных контрацептивов. Также это более распространено среди женщин с лишним весом за счет того, что происходит постоянная фрикция между бедрами, и, соответственно, может вызывать дальнейшую гиперпигментацию. Также хроническое повреждение кожи за счет ношения полового белья. И, естественно, надо учитывать индивидуальные характеристики того или иного пациента. Как работает лечение, направленное на осветление данной зоны? Мезотерапия. Мезотерапия. Почему я говорю о мезотерапии? The idea behind it's whatever you can use on face or other part of the body, I can use it in the intimate area, the same treatment, maybe different protocol, different concentration, with more precaution, but we have our own formula to formulate the same treatment in a specific way of application. Почему мы говорим о мезотерапии? Это потому, что все, что мы используем на лице, можно непосредственно использовать на наших половых органах, то есть на внешней части половых органов. И, естественно, там используются немного другие протоколы, которые индивидуально уже прописываются врачом. This machine is collagenizing. I have no interest, disclosure completely free, okay, but this machine, we use it for the mesotherapy or any injecting material, it's needleless injecting material, and I want to show it to you because it's very important in this specific highly sensitive area to use needleless technology. It opens the pore, it absorbs the material without needles. То есть это вот один из аппаратов, который используется для коллагенизации непосредственно мезотерапии внешних половых органов. У меня нету каких-либо дискложий, то есть связи с данной фармкомпанией, которая производит, но это очень эффективное лечение. И самое главное, что это без использования проникновения, то есть это без иголок. So, the fillers. Fillers. Hyaluronic Acid Family. We use hyaluronic Acid because it's an excellent hydrating structure. It takes 1000 time of its molecular weight from water from the surrounding tissue. Использование гиалуроновой кислоты в эстетической гинекологии. То есть, гиалуроновая кислота это очень такой мощный увлажнитель, который может вобрать себя более тысячи раз, чем собственный вес. Соответственно, это помогает увлажнить зону, то есть, вбирает в себя воду и сохраняет это вокруг себя. We can use it for enhancement of labia majora, G-spot, perennial defect or vaginal dryness. Just quick two words that we can use it even as method therapy for hydration. Также гиалуроновая кислота может быть использована в мезотерапии для именно увлажнения. So it's how to enhance the volume it's in again two words local anesthesia quick procedure in the outpatient clinic we can inject the hyaluronic acid inside the labia to give more volume better structure and enhance the color or discoloration. In kratze использование гиалуроновой кислоты в виде филлера для увеличения как малых так и больших половых губ. То есть это процедура которая проводится в клинике не обязательно проводить ее в госпитале это достаточно быстро то есть это помогает улучшить в целом форму гениталий за достаточно короткое время и практически с минимальной болью. This is one example before and after this patient has a problem in her labia minora so this is when she entered to the clinic when she goes out from the clinic the labia minora disappears by illusional labioplasty we enhance the volume the structure of the skin as well the color is more bright and less dark. Здесь это пример использования то есть как до и после сразу после бедения филеров у женщины как вы видите произошло как и улучшение пигментации и в целом объема внешних половых губ то есть полностью произошла реконструкция то есть произошла фактически достигли практически в таких же результатах если бы была сделана вагинальная пластика никогда не поздно начать то есть свой путь в эстетической медицины или в целом достижения своих целей и желаний репутация является основой в целом силы то есть за счет репутации мы как врачи строим наши отношения с нашими пациентами и утверждаемся в медицинском сообществе шукра спасибо 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 большое за внимание thank you Dr. Ashad thank you you're most welcome